Всем привет, ребята, меня зовут Маша, и вы попали на мой канал, а это значит, что наконец-то вышел новый влог. Что я вам хочу рассказать? Сегодня вообще супер просто замечательный день, сегодня 14 февраля. День всех влюбленных, день с того Валентина, поздравляю вас, мои любимые. Но всё было бы намного прекраснее, если бы я, конечно, сегодня не училась, но не тут-то было. Конечно же, у меня сегодня есть пары, конечно же, начинается влог из меда, поэтому всем приятного просмотра. Я думаю, что сегодня будет достаточно интересный день, достаточно интересная неделя. Я не знаю, сколько буду снимать этот влог, но думаю, что вам понравится. Так что всем приятного просмотра, ну а сейчас я вам расскажу немного о планах моих на сегодняшний день. Значит, сегодня в планах. Во-первых, я только проснулась, чуть-чуть накрасила, сейчас буду делать прическу. Также вчера уже Миша меня поздравил с новостой Валентиной, подарил цветочки, подарочки, клубнику в шоколаде, в общем всё. Я уже довольна сегодня, позавтракала этой же клубникой, и сейчас мы с мамой тоже собираемся поехать на завтрак перед универом, потому что пары сегодня у меня начинаются в 11 часов, вот, поэтому к 10 приедем, быстренько покушаем, быстренько поеду на пары, потом я поеду на пару по микробиологии, после микробиологии поеду на пропедевтику, после пропедевтики я свободна. Вот, вечером мы там ещё с девчонками в кино собираемся. В общем, какой-то вот такой сегодня будет день, что будет дальше, я вообще не знаю, поэтому приятного вам просмотра, ребята. Ну, а я побежала собираться, и встретимся с вами на завтраке. Посмотрите просто на эту суперкрасивую, суперпраздничную обстановку. Я вообще в шоке, столько шариков, всё так красиво, вообще просто восхитительно. Сейчас мы будем с мамой завтракать, и я побегу в универ на парах. Ну что, ребята, теперь утро по-настоящему доброе. Мама, как тебе завтрак? Божественно, как говорится, на моем подруге. На сегодня вот такой вот прекрасный завтрак. Ну что, ребята, прибежала я на свою любимую микробиологию, сейчас буду переодеваться, и уже пойду на пару. Посмотрим, что мы сегодня будем делать. Я, кстати, забыла цветные карандаши, блин. Ну ладно, зато я взяла сменку, шапочку, халат, и, слава богу, ничего из этого я и не забыла. Поэтому сейчас уже побегу на пару. Надеюсь, кто-нибудь сегодня поделится со мной карандашами. Ну что, ребята, прекрасный завтрак закончился. Я уже сижу на микробиологии. Кстати, как ни странно, я даже не опоздала. В общем, сейчас посмотрим, что у нас будет на занятии. Я сижу уже в шапочке, в халате, в аудитории. Все классно. Ну что, ребята, у меня 14 февраля продолжается на пропедевтике. Я уже прибежала на пару с обрезанными просто под корень ногтями. Я вчера их пилила до 12 ночи, чтобы вы понимали. Надеюсь, что вопросов не должно быть. Надеюсь, что все будет нормально, потому что это самые короткие ногти вообще в моей жизни. В общем, сейчас пойдем смотреть, что нас там ждет. Ребята, очень извиняюсь. После пропедевтики мне стало ужасно плохо. Я отравилась и все оставшееся 14 февраля провела дома, лежа в кровати. Что, ребята, всем доброе утро. Наконец-то просто сегодня пятница. Просто вы не представляете, как я радуюсь этому дню, потому что наконец-то сегодня последний день, и на этом закончится учебная неделя. Или как это сказать правильно? В принципе, сейчас я, наверное, вам хочу немного показать, как проходит мое утро, потому что я слишком рано проснулась, и у меня еще куча времени. Кто не знает, я мою голову примерно каждый день, либо же через день, но это прям 100% уже. И, конечно же, вот утром это все происходит, я собираюсь, сижу, крашусь, пью чай, вот как обычно, в принципе, все проходит так. Кстати, девчонки, я очень много получаю у вас вопросов, как у меня держится на волосах такой объем, вообще как я сушу волосы, как я их укладываю, поэтому сейчас как раз вам немного все покажу. Вообще, девчонки, я хочу вам 100% сказать, что объем ваших волос, он зависит напрямую просто от мощности вашего фена, потому что чем больше мощности у вашего фена, тем больше объем на волосах у вас и получится. Кстати, я совсем недавно себе купила вот этого красавчика, фен Карин Би, и это чисто моя личная находка, сейчас буду сушить волосы и рассказывать вам, в чем же его плюсы. Я сразу вам скажу, я заказывала его на Озоне, кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Заказала я его, кстати, после того, как в инстаграме у одной девчонки увидела, как она сушит им волосы буквально за 3-5 минут, и я думаю, боже, как же это сильно сэкономит мне время по утрам, если мой фен будет настолько мощным, что будет сушить волосы так быстро. Знаете, что у этого фена самое прикольное? То, что я думала вообще, что это зеркало, это оказался просто супер технологичный LED-дисплей, который сейчас, когда я включу фен, будет загораться, показывать здесь температуру, и я, честно, вообще офигела от таких технологий, потому что до этого я нигде такого не видела. Просто посмотрите, какой объем на волосах получается благодаря этому фену. Я вообще никакими спреями сейчас не пользовалась, чисто сушила корни при помощи расчески. Объем уже просто сумасшедший, посмотрите, как они прям плотно стоят. А еще мне безумно нравится, что у этого фена есть просто куча разных режимов. Я иногда сушу и теплым, и холодным воздухом, и это безумно удобно. Просто нажимаешь на кнопочку, и режимы сами переключаются. То есть их здесь 16 штук, и даже есть режим для сушки волос детей и домашних животных. Также мне безумно нравится вот эта вот съемная магнитная насадка у фена, и безумно удобный фильтр, который также магнитный, и после сушки можно просто протирать его влажной салфеткой. Также благодаря его суперфункциям волосы не пересушиваются, не электризуются, и получается офигенный объем. В общем, мне он безумно нравится, поэтому все ссылочки оставляю вам в описании. Обязательно покупайте себе такую же классную штучку, чтобы быть еще красивее. Если вы также каждый день мойте голову, и уже просто запарились сушиться, у вас это занимает кучу времени, высокоскоростной фен K&B поможет вам сделать этот процесс быстрее. Я высушила волосы за 3 минуты. Ну а сейчас я побегу краситься. Я уже пришла на биохимию. Сейчас мы ждем преподавателя. Скорее всего, у нас сначала будет опрос, потом мы напишем тест, и потом будем заполнять вот такую вот методичку. Здесь, в общем, у нас все лабораторные работы, а вот здесь вот, собственно, мы их проводим. Вы это уже не раз видели в моих влогах. Сегодня, наверное, тоже интересно им будет. Что мы сейчас решали тесты по БХ? Как обычно, блин, знаете что? Я вам скажу. У меня 55 баллов. У всей группы почему-то не получается решать эти тесты. То есть у всех 45, там, 50, 60. Это максимум. Просто вот край. Я решила на 52 теста. Мне нельзя как так получилось, потому что я все делала либо по методичке, либо искала ответы в интернете. Короче, нет, нихрена. Даже всяких разных ботов уже в Телеграме опробовала. Ничего не помогает. Нельзя как их решать. Что, ребята, готовы к очередной треш-истори? Меня отчисляют. Ладно, сейчас я вам покажу. Внимательно прочитайте вот этот вот документ. Потом я расскажу, что за фигня случилась. Очень весело. А сейчас вместо того, чтобы идти кушать, я иду разбираться в деканат. Короче, сейчас бегу на кафедру по физиологии, закрывать свою задолженность. Просто не понимаю, блин, почему я? Почему опять это все со мной? Сказали приходить в понедельник. Короче, рассказываю, что за ситуация. У меня был пропуск по распоряжению, который я показывала преподавателю. Мне почему-то не закрыли НБ, и в итоге в зачетку не поставили выполненную. Я об этом узнала, ну вот, типа, пару дней назад. Когда мне уже сказали, типа, нужно писать объяснительную, закрывать там, типа, академическую задолженность, вот это вот все. Я вообще была в полнейшем шоке, потому что у меня никогда такого не было. У меня все всегда закрыто. Почему-то, я не знаю, почему так получилось. Я сейчас хожу с этим распоряжением, подходила к завкафедре, подходила в свой догонат. Мне сказали, что нужно дождаться, когда преподаватель будет на месте. Вот, и к нему подойти в понедельник, ну или уже во вторник на паре к нему подойду. И все, надеюсь, не надо будет писать никакую объяснительную, потому что у меня тут что-то как-то стрёмное. В принципе, ситуация, ну, простая, ее достаточно просто решить, но мне почему-то так обидно, что мне никто об этом не сказал, что меня никто не предупредил, и что я узнаю об этом в последний момент. И, короче, вот, очень грустно. Я даже испугалась. Ну что, я заплакана немножко, приехала на общую хирургию. Сегодня она у нас не в университете, а на кафедре в больнице РЖД. Вот такая вот огромная больница. Здесь вот наша кафедра. Сейчас буду заходить, я, походу, самая первая приехала. В общем, сейчас буду заходить на пару. Буду смотреть, что там интересного. Не знаю, почему сегодня именно в больнице, потому что, ну, вот, обычно у нас всегда в университете было. Ну что, ребята, всем доброе утро понедельника. Начинается новая учебная и рабочая неделя, поэтому сегодня я снова иду в универ. Но к большому просто прекрасному счастью, мне сегодня к третьей даже паре, то есть мне к двум часам дня, вот, на гигиену. И потом, после третьей пары, у меня будет еще лекция, не помню почему, помню про педевтики, ну, в общем, по какому-то предмету у меня будет еще лекция сегодня. Вот, и я, собственно, из универа выйду сегодня где-то часов в семь. Но зато я иду туда к двум, то есть первая половина дня у меня вообще абсолютно свободно. Я уже успела переделать кучу дел. И сейчас вот собралась, и скоро буду выезжать в университет. В общем, ребята, желаю всем хорошей рабочей недели, хорошего вам понедельника, ну, а я полетела в универ. Так, из новостей. В Краснодаре пошел снег. Напоминаю, 4 дня назад я ходила просто в толстовке и жилетке, теперь я хожу просто в свитере и в утке. Ну, как бы, это мой любимый Краснодар. Чего вам хочу сказать, я уже прибежала в университет, сейчас иду на гигиену. Вот, также я успела сбегать рядом с универом и распечатать себе методичку по общей хирургии, которая пригодится мне в пятницу. Пришла на гигиену, вот сейчас буду читать то, что я себе распечатала, вот такой вот файлик. Здесь же всякие вопросы к сегодняшнему занятию и, в принципе, идем преподавать, и начинаем. Что я вам хочу сказать, в университете нас немного, а точнее, мы много задержали, потому что сейчас уже остается буквально 5 минут до лекции, я уже нифига не успела даже вместо себе там занять, покушать вообще молчу, точно не успела уже никуда сходить, поэтому, в общем, как-то так, но мы решали кучу задач, ни у кого не сходились ответы, поэтому нас так долго там держали. Вообще, было интересно и весело, но, конечно, жалко, что я не покушала, и теперь даже не знаю, может, не идти на лекцию, может, идти на лекцию, в общем, я пока что в раздумьях, у меня еще есть 5 минут подумать, либо сейчас вы увидите меня в лекционном зале, либо я поеду домой. Что я вам хочу сказать? Во-первых, Виолетта опять ест. Мы с Идим, они заставили меня пойти на эту лекцию, честно вам скажу, я согласилась только ради вот этого. Это называется лекционный набор, внимание, ребята. Лекция по гигиене, на секундочку, сейчас будем кушать и что-то писать, типа какие-то конспекты, наверное, либо играть в игрушки, либо я не знаю, что еще мы сейчас будем делать, но все классно, я чувствую, что я приеду домой ближе к 8 вечера. Сейчас, короче, лектор, который ведет у нас лекцию, сказал, что, знаете, кто-то ест бутерброд. Мы ржем просто. Мы просто кушаем конфетки. Поэтому все нормально. А это у нас тестирует пожарную безопасность. Мы сидим кушаем. Срочно выберите здание. Чего мы сидим на лекции? Отрабатывать не хотим. Ну что, ребята, время полседьмого вечера. На улице, как вы уже видите, просто ни хрена не видно. Там уже темно. Мы бежим домой. Сейчас нам еще нужно будет отстоять очередь в гардеробе, и потом все-таки мы уже побежим домой. Наконец! Быстрее, быстрее, быстрее! У нас еще очень сильно пахнет краской. В универе, потому что идет ремонт. Ну что, зацените, как мы выходим с лекции. Просто замечательно. Домой ехать 40 минут. Я буду дома к 8. Я так чувствую, потому что пока мы сейчас еще выйдем из универа, пробки еще усилятся. В общем, выходим. Зато посмотрите, как у нас универ наконец-то начал красиво выглядеть. Наконец-то закончились ремонтные работы, и теперь он красивенько светится. Что, ребята, всем доброе утро. Сегодня вторник. Сегодня у меня две пары в планах. Вообще должна была быть еще лекция, но я ее проспала. Вот, поэтому сейчас я уже выбегаю на физкультуру. Кстати, я забыла поставить на зарядку на ночь свою камеру, поэтому сегодняшний день я снимаю на телефон. Приятного вам просмотра. Сегодня, в общем, я сейчас бегу на физкультуру, а потом бегу на физиологию. Вот. По физиологии, кстати, сейчас будет тот самый день, когда мне будут выставлять, блин, выполнено. Я надеюсь, что все закончится сегодня, что мне поставят выполнено, что я разберусь с этой проблемой, что все будет нормально, по крайней мере, потому что, честно, я очень испугалась, вот, в пятницу или в четверг, когда это было. В общем, я очень сильно испугалась, и это было очень неприятно, поэтому я надеюсь, что сегодня мы эту ситуацию разрешим. Что, ребята, отгадайте, кто опаздывает на физру. На самом деле, это просто жопская жопа, потому что, если у нас опаздываешь хотя бы на минуту, тебя отправляют домой. Я опаздывала уже на пять минут, и я не знаю, запустишь меня на физкультуру или нет. Я сейчас просто со всех ног побегу в Манеж, на физру, и надеюсь, что ничего не случится со мной. Ну, прям очень надеюсь. Что, ребята, у меня две новости. Первая, на физру меня все-таки запустили, потому что преподаватель сам опоздал. Я не знаю, как мне так повезло, потому что обычно она не опаздывает. Вот. И вторая новость, я умираю просто после физры, мне кажется, я сейчас сдохну, у меня болят ноги, руки, короче, все. Мы четыре минуты прыгали на скакалке, а сейчас я поеду на физиологию. Ну, перед этим где-нибудь покушаю, еще почитаю физу и пойду на пару. Пошла на физиологию, уже на кафедре, уже переоделась в свой халатик. Сейчас все будет решаться с общей нас моей зачеткой. Надеюсь, что без проблем все поставят и проблем не будет. Ну, честно! Не важно, что ты ходишь, что ты ходишь, С тайфом проходишь. Физиология у меня. Можешь, что ты ходишь в трусах? Что, теперь вместо пары с моего, блин, иду в угар. Ну, просто. Одна НБ, ребят, одна. Теперь мне с ней просто, мне кажется, задал бы его так, как будто бы у меня месяц прогул. Если любые преподаватели закрывают просто фотографии, пакуют и распоряжения, то мне сейчас нужно идти в волонтерский центр и искать оригинал. Класс. Надеюсь, за сегодняшнюю пару мне НБ не поставят. Будет очень весело. Все так приятно, вы меня встречаете и говорите, Маша, ты что, плачешь? Это все нормально в физиологии? Теперь будете смотреть мой влог и понимать, почему я ревела. В общем, иду дальше разбираться, но там все не заканчивается. Чтобы вы понимали, из-за вот этой вот глазки я сегодня ревела два часа, наверное. Сейчас мы должны поставить. Ребята, если вы до сих пор не поняли, что произошло на физиологии, зачем я ходила разбираться, то все подробности у меня в телеграме, поэтому заходите, ссылочка в описании, там я все рассказала подробно. Что, ребята, всем доброе утро. Перед вами человек, который забыл, что мы перенесли пару на 10.30. Сейчас уже 10.10. У меня есть 20 минут, чтобы доехать до универа. Я понимаю, что я этого сделать, скорее всего, не успею и чуть-чуть опоздаю. Но просто раньше у нас пары начинались в 11.10. Как бы к 11.10 я прекрасно успевала, еще бы даже покушала. А сейчас я понимаю, что к 10.30 я, вряд ли, успею, но это первый раз, мы так перенесли пару, поэтому я думаю, что в следующего раза я уже обязательно все запомню и все будет хорошо. Вот. Также в планах сегодня у меня пропедевтика. И сегодня, кстати, на пропеде у нас начинается аускультация, поэтому я взяла с собой фонендоскоп. В общем, ребята, я уже побежала, потому что немного опаздываю. Всем хорошего дня. Просто в моей сумке происходит какой-то трындец. Посмотрите, фонендоскоп, тетрадки, переобувачка для микробиологии, еще куча всяких фигней, ежедневник. В общем, сумка у меня просто сборище хлама какого-то. На микробиологии первый раз мы проводим опыт, причем самостоятельно. Сейчас я вам все покажу. Смотрите, что мы сегодня делаем. Вот такой вот у нас опыт. Краска по грамму. Смотрите, у нас здесь фильтровальная бумага, еще какая-то бумага. Дальше у нас здесь всякие растворчики. А вот это культурная среда. Сейчас я вам ее покажу. Вот отсюда, получается, мы берем вот этот препарат. Он находится на Агар-Агаре. Ну, вот это вот желе. Это Агар-Агар. Вот отсюда мы забираем его при помощи вот этого пинцета. И вот тут вот проводим опыты. Короче, очень прикольно. Как оказалось, мы сегодня делали микропрепарат культуры сарцина. В общем, интересно. Я там уже в телеграме у себя все показала. Прикольно было достаточно. В общем, фрукес у нас все с первого раза получилось. Вот. Короче, очень интересно. К сожалению, со следующим занятием микробиология у нас будет дистантом. Это очень грустно. Ну что, микробиология закончилась. Все было прикольно. Очень даже интересно. Конечно, грустно, что начинается дистанция в следующей неделе. Вот. Сейчас у нас еще целый час есть на покушать. Потом я буду въезжать на пропедевтику. Я пришла кушать. Сейчас поем и поеду на пропедевтику. Кофеечек кью за вас. Ну что, ребята, я приехала на пропед вот в городскую больницу. Что вам хочу сказать? Ужасно холодно на улице. Просто жопа как. Умираю от холода. Все, мы пришла на пропедевтику. Сегодня у нас будет аускультация, перкуссия, сколько я понимаю, и пальпация. В общем, сказали, что все вместе будем практиковать, поэтому я взяла малая носка. Вот он у меня зелененький. Должно быть сегодня что-то интересное. Бедные наши пацаны, на которых мы это все сегодня будем практиковать. В принципе, сегодня все было очень даже прикольно. Мы проходили перкуссию, к сожалению, только перкуссию, аускультацию не проходили, потому что сегодня у нас было супербыстрое занятие. Вот из-за того, что нашего преподавателя там куда-то вызвали, у нас даже было замещение. В общем, как-то так быстро все голопом по Европам пробежались. И на следующем занятии у нас сказали, что будет уже практика. В этот раз только теория была, и нам просто показывали простукивание. Я так чуть-чуть по пальцу постучала. Вот, в принципе, нормально. Ребята, что я вам хочу сказать. Сегодня уже четверг, уже пора бы заканчивать этот влог, потому что мне кажется, что он длится бесконечно. Завтра 23 февраля. Вот, я решила, что на этом наш лог подходит к концу. Сегодня я даже ничего не снимала, потому что у меня было всего две пары. Это бережливая производство и философия. Там мы особо ничего не делали, то есть, ну, скучные предметы. Вот, я и так в этот влог постаралась впихнуть просто все самое интересное, все самые какие-то интересные моменты, самые интересные пары. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Также подписывайтесь на все мои соцсети, ссылочки будут в описании, потому что там я с вами 24 на 7, все показываю, рассказываю, и не приходится так долго ждать видосы, которые выходят в Ютубе. Ну, а чтобы не пропускать мои новые видеоролики здесь, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была ваша Маша, и до скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok